В этот день не было никаких планов, погода не обещала быть солнечной, вокруг бродили тучи. К слову, дождя в этом году аномально много. Мы никуда далеко не поехали, решили сесть на автобус до Горнистудина, вышли на Ялашничке-Клесуре. Как вы видите, здесь все так же лазят скалолазы. Последний раз мы здесь были весной, 26 марта, когда я рассказывала более подробно об этом месте. В то время распускались первоцветы, зелени еще не было. Как тут все изменилось? Сколько листвы и зелени, пения птиц, трекотания, жужжания насекомых. Жизнь в этом небольшом мирке кипит, бежит, цветение продолжается. И чебрец, и зверобой, и орла, и дерен, кизил, и многое-многое другое. Всего не перечесть. В этот раз мы облазили центральную часть ущелья, полюбовались на эти величественные скалы, нашли родник под одной из них, пособирали чебрец, надеялись встретить черепаху, но не получилось. Как прекрасно, что бывают и такие лениво-безмятежные дни, такие бесцельные, неторопливые, когда мы не идем на какую-нибудь вершину лучше тысячи, или бежим на автобус, что стало уже привычкой. Сначала 24 километра пути, а на десерт бег в припрыжку, чтобы успеть на автобус. Ой, это уже про другое. А сейчас у нас релакс и чаек с чебрецом. Повсюду была глухая токация, вокруг нее роятся пчелы, скоро будет свежий акациевый мед. Мне, человеку, родившемуся в регионе России, где и в июне бывает снег, а в августе уже ильин день, когда становится холодной вода и купаться уже нельзя, странно и необычно видеть акацию, растущую рядом с соснами, дубами, липами, в лесу, и сирень, цветущую на вершине горы, выше уровня тысячи метров над уровнем моря. Оказывается, то дерево, что мы называем акацией, на самом деле не акация, а рабиния ложно-акациевая, родом из Северной Америки, которую более 400 лет назад завезли в Европу, а она потом добралась и до России. А настоящая акация – это вечно зеленое растение субтропических и тропических областей, особенно богато разными видами этого растения Австралия. Как видите, в горах погода непредсказуемая. Мы ожидали дождь, а вышло солнце, стало жарко, хорошо. Хорошо, что приехали, наш спокойный отдых завершается. Нам пора на автобус, а напоследок я нашла бабочку, за которой мы гонялись в прошлый раз, чтобы сфотографировать. Она такая неуловимая, скромная и невероятно красивая, из рода парусников. Хвала свима! Выдымо се! Продолжение следует...